Новости региона на канале ПС студия Артемий Заварзин. Добрый день. До 1 сентября этого года 11 терминалов на морском речном вокзале Архангельска будет снесен. Таково решение застройщика, которое озвучил сегодня на специальном брифинге для СМИ директор департамента градостроительства администрации областного центра Михаил Елагин. В отношении терминала 1, который находится ближе к площади профсоюзов, между администрацией муниципального образования города Архангельска и собственник объекта застройщика заключено соглашение о демонтаже данного терминала. В отношении терминала номер 2 подписан сегодня договор аренды земельного участка для завершения строительства объекта застройщика сроком на 3 года. История возведения двух пересадочных терминалов на морском вокзале Архангельска длится уже более 3 лет. За это время прокуратура не раз подавала на застройщика в суд. По версии надзорных органов, терминалы не отвечают российским требованиям безопасности. Также было множество нарушений в проектно-сметной документации. Стоит заметить, что вместо снесенного терминала построят стоянку для автобусов и машин территорию вокруг благоустроят. Летняя оздоровительная кампания в регионе набирает обороты. В детских лагерях Архангельской области уже побывали почти 30 тысяч юных северян. До середины июля к месту отдыха отправятся еще 818 детей. За пределами области наслаждаются солнцем и морем более трех тысяч ребят. По информации Роспотребнадзора, за первую смену летней оздоровительной кампании инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не было. Сегодня Архангельс вспоминает ректора Поморского государственного университета, доктора исторических наук Владимира Булатова. Его жизнь оборвалась ровно 10 лет назад. Коллеги называли его личностью уникального масштаба. Булатов – автор более 16 печатных работ по истории и культуре севера. Впрочем, помимо серьезных исторических исследований, он занимался и управленческой работой. Педагогическому вузу Владимир Булатов отдал 30 лет. Во многом благодаря ему диплом Поморского университета стал знаком качества фундаментального классического образования. Он же автор идеи Федерального университета. Один из создателей Ломоносовского фонда. Защитив докторскую диссертацию в МГУ по Арктике, Булатов уже тогда понимал, что государство обязательно обратится к арктическому вектору развития. Владимир Булатов прожил всего 61 год. В Архангельске будет создана единая электронная карта горожанина. Ею можно будет оплатить проезд в автобусе, на речном трамвае, пригородном поезде. А еще расплачиваться за питание ребенка в школе, покупать билеты в любой музей и даже получать скидки в магазинах-партнерах новой электронной системы. Выбор этой карты будет осуществляться на открытом инвестиционном конкурсе, то есть без привлечения средств городского бюджета, путем модернизации и развития уже нашей существующей системы, по которой, как вы знаете, сегодня ездят наши льготные категории граждан. При разработке новой системы учитывался опыт других городов. Мурманска, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга предполагается, что воспользоваться картой горожанина можно будет уже с 1 января 2018 года. В Кинозерии в самом разгаре сезон реставрационных работ, которым здесь уделяют особое внимание. За 25 лет существования нацпарка к жизни возвращены более 20 святынь. Всего же на территории Кинозерского национального парка более 40 памятников архитектуры регионального и федерального значения. Алексей Шемякин продолжит. Что не храм или часовня, то своя история. Вот визитная карточка Плесецкого сектора парка – часовня Николая Чудотворца XVIII века. Одно только 16-гранное небо оставляет неизгладимое впечатление. Многие венцы были утрачены, но центральный, на котором изображена Святая Троица, удалось сохранить. Остальные – отреставрировать. Это уникальное архитектурное решение местных жителей, ведь такие небеса были не свойственны маленьким часовням. Кинозерские крестьяне раньше часто занимались отходничеством, то есть уезжали в крупные города на заработки. И когда они приходили в этих городах, в большие красивые церкви, им очень нравились эти расписные своды, мозаики. И свои маленькие северные часовенки, они тоже хотели как-то украсить и сделать их похожими на вот эти красивые каменные храмы. На самом большом острове Кинозерия Медвежий чудом удалось сохранить часовню Святого Власия. В 90-е годы помогли норвежские друзья парка. Они применяли систему лифтинга, когда часовню поднимают на домкрат и заменяют только сгнившие венцы. Просто если бы мы разобрали святыню на глазах местных жителей и увезли ее, то я думаю, что это было бы очень неправильно. Если не будет часовни, то по верованию местных жителей не будет и деревня. А если не будет местных жителей, то это будет уже не национальный парк, а просто консервированный музей, грубо говоря. Еще одну часовню с острова Медвежий увезли в музей Малой Карелы. А вот жители деревни Зихнова более 50 лет назад не позволили разобрать часовню Иоанна Богослова. Сергею Лопатину было тогда всего 10 лет, но он хорошо помнит, как прилетел вертолет с рабочими, чтобы перевезти святыню. Но на ее защиту вышла вся деревня. Тут хотели снять, ленд-фильм хотел увезти, не дали, стропа тут сколько лет, года два или три лежат, стропа были просунуты, вертушка тут стояла. Постояли, постояли часа полтора и ехали. И все тут, бабушки там, старушки, все-все-все, все население не дали увезти. Сидели прямо, они говорят, только с нами можете увозить. Есть на территории национального парка и самая маленькая часовня-крест в мире – Успение Божией Матери в деревне Тырышкино. В ней помещается всего один человек. Никаких сведений о времени постройки не осталось, так же, как и главные храмовые иконы. Потерять во времени могли многие шедевры архитектуры кинозерия, если бы нацпарк не взял их под свое крыло. Во-первых, они являются очень значимым элементом духовной жизни местного населения. Во-вторых, представьте себе, как сохранять природу, если внутри нее разрушаются памятники истории культуры. И за 25 лет деятельности парка мы полностью восстановили 21 памятник архитектуры, а на 18 проведены консервационные работы. В этом году в нацпарке надеются завершить реставрацию почезерского храмового комплекса тройника. Таких строений на севере России осталось всего пять. Среди других не менее важных задач – восстановление памятников истории на территории парка Онежское поморье, который с прошлого года является частью кинозерия. Алексей Шемякин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Кинозерский национальный парк, Плесецкий район. С межконтинентальной космической станции пришел фотоотчет. Рисунки из коллекции «Дети рисуют мир», которую собирают архангельские представители российского военно-исторического общества Владислав Жгилев. Сфотографированные на фоне Земли. Ее космонавты видят только через иллюминатор. Владислав Жгилев принес нам эту новость сегодня, почти полтора месяца. 18 рисунков, которые отобрали сами члены экипажа МКС в Звездном городке, находятся за пределами земного шара. Теперь у нас есть документальное подтверждение этому. Причем на каждой работе стоят еще и космические печати. Эти рисунки собраны из Донецка, Грозного, Цхинвала, Беслана. То есть тех мест, где дети, к сожалению, не от бабушек и дедушек узнали, что такое война. Поэтому с большим чувством рисуют мир. Есть среди авторов и архангельские ребята. Выставка «Дети рисуют мир» работала в областном центре и, конечно, обогатилась творениями местных художников. А сейчас Верхнетоемский район. Там увидел свет сигнальный экземпляр энциклопедического словаря. Он стал подарочным изданием к 880-летию села. В книге собран богатейший материал об истории, экономике Верхнетоемского района на разных этапах его развития. И, конечно, главной ценности русского севера – людях. Энциклопедический словарь Верхнетоемского района – коллективный труд двух поколений местных жителей. Сбор материалов о прошлом и настоящем крае начался более 20 лет назад, когда краеведы всей Архангельской области включились в работу над созданием главной книги русского севера – Поморской энциклопедии. Автором 40 историко-краеведческих статей о Верхнетоемском районе стал местный журналист, ныне ветеран Александр Александрович Тунгусов. Его труды и легли в основу будущего энциклопедического словаря. Когда краеведы района организовали краеведческое общество, своей задачей главной они ставили издание словаря, где бы были воедино собраны все сведения об истории, о замечательных событиях, о замечательных людях, заслуженных людях Верхнетоемской земли. В доработанном виде летопись Верхнетоемского района заняла более 300 страниц. В статьях обновленная и документально подтвержденная информация о населенных пунктах, предприятиях и учреждениях, местных знаменитостях. Украшения, словаря, фотографии их собирали по семейным архивам. Есть уникальные черно-белые экземпляры, датированные прошлым тысячелетиям. Они единственная память о канувших в лето лесных поселках, основе экономики района. Это поселок Нюхмеш. Был такой в Нижнетоемском сельском совете. Это был Нижнетоемский лесопункт. Он отличался от всех остальных лесопунктов тем, что там существовала автомобильная вывеска древесины, с заготовленной древесиной, потому что в основном в наших лесопунктах на тот период, в 40-е и 50-е годы, вывеска осуществлялась с помощью тракторов или живым транспортом, то есть лошадьми. Над созданием краеведческой энциклопедии трудились около сотни человек. Большую помощь районным краеведам оказали архивариусы, работники библиотеки музеев, педагоги школ, ветеранские организации. Научным редактором издания стал Рудольф Ханталин, стоявший у истоков поморской энциклопедии. При содействии районной администрации и Совета ветеранов сигнальный экземпляр энциклопедического словаря удалось издать к 880-летию Верхней Тоймы. Общий тираж 500 экземпляров. Его в районной библиотеке ждут уже в августе. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.